Алина Углицкая. Лилия Орланд. Хозяйка проклятого острова. Глава первая. Тело ушло под воду с громким всплеском. Игорь перегнулся через буртик и глянул вниз. По бирюзовой поверхности Балийского моря расплывалось с пеной большое белое пятно, а через пару минут оно растворилось в волнах. Дианы не было видно. Лесницкий еще некоторое время вглядывался в бирюзовую бездну. На всякий случай. Разное бывает. Вдруг выплывет жена, а он тут уже с новой. Получится, как в дешевом кино. Смешно и ужасно. К счастью, море не пожелало возвращать его супругу. Игорь решил, что десяти минут вполне достаточно. Люди не могут задерживать дыхание так долго. Диана утонула. Теперь ему никто не помешает жить так, как хочется. И с той, с кем хочется. Что-то похожее на раскаяние быстро кольнуло острой иголочкой. Но тут же исчезла. Диана — капризно избалованная мажорка. Она заслужила такой финал. Юридически он останется ее мужем. Так что это даже не убийство. Нет тела — нет дела. Никто ничего не узнает. Экзистенциальное философствование никогда не было сильной чертой Игоря. Он не имел привычки копаться в своих чувствах. И вообще считал все эти психологические выверты придумкой шарлатанов, которые гордо называют себя лекарями человеческих душ. А на самом деле тупо стригут бабки из доверчивых дурачков. Вот и он, Игорь, просто любил бабки. Ради них все и было задумано. А задумка получилась прямо-таки гениальная. Даже сам Шерлок Холмс не догадался бы. Даже жаль, что ни с кем нельзя поделиться. «Ну что, там долго еще?» Даже голос был один в один, как у Дианки. Точно никто не догадается. Из-за перегородки выглянула женская фигура, закутанная в яркий парео. «Снимай!» — крикнул ей Игорь. «Уже все». Он наблюдал, как прозрачный платок стекает на палубу. «Алле-оп!» — цирковой номер. И это круче, чем все фокусы, видимые им ранее. Потому что перед ним стояла его жена. «Диана Лесницкая, в девичестве Суховская, живая и невредимая». Если бы это не было бессмыслицей, Игорь решил бы, что у Суховских родились близняшки. И что эти богатые сволочи избавились от второй дочки, оставив лишь одну. Правда, копия Дианы обладала более светлым цветом волос. Но это было единственным отличием. Пришлось заставить ее покраситься в ненавистный Игорю махагон. Синеглазая шатенка, как две капли воды, похожие на Диану, Окинула палубу быстрым взглядом. Убедилась, что на ней точно никого больше нет. А потом мягкой соблазнительной походкой охотящейся кошки подошла к Игорю. Закинула руки ему на шею. «Селена, мы это сделали!» Прошептала Лесницкий ей на ухо. «Называй меня Диана», — мурлыкнула она ему в грудь. «Я ведь твоя жена». Разумеется, Селена была вовсе не Селеной. По паспорту Елена Витальевна Николаева. Директор приюта всех воспитанников считал своими детьми. Потому и отчество давал свое. А фамилию ребята получали в честь храма, построенного на деньги какого-то мецената, который наивно считал, что церковь поможет детдомовцам стать благочестивыми христианами. Ага, с разбегу. Лучше бы деньги на теплую одежду потратил. Или нормальную еду. В церковь они ходили добровольно-принудительно. И долгие разглагольствования толстого священника о грехе и добродетели выносили с трудом. Но тех, кто прогуливал проповеди, воспитатели наказывали. Попробуй просиди пару часов в темном сыром подвале. Быстро научишься правильно расставлять приоритеты. Как только селение исполнилось 18, она покинула серые стены очередного интерната в глубокой глуши. Получила и тут же продала крохотную комнатку в общежитии, положенную сироте по закону. А сама отправилась покорять столицу. Деньги закончились довольно быстро. Особых умений у Елены Николаевой не было. А в магазинах менеджеры слишком серьезно относились даже к крохотной недостаче. И не каждую можно было погасить натурой. Через несколько месяцев Елена устроилась в стриптиз-клуб «Грешница». Танцевать на шесте ей даже понравилось. А если б еще не нужно было спать с клиентами, то и вообще красота. Извивайся себе под музыку, размахивай голой грудью. На размер Лена никогда не жаловалась, да и пластичностью не была обделена. Но ложиться под жирных, тупых ублюдков ей не хотелось. И она почти решилась уйти. Как вдруг вытащила свой счастливый билет. Игорь ей понравился сразу. Молодой, с хорошей фигурой, приятным лицом. Он, не жадничая, сунул ей в трусики 500 баксов. Или она уже решила, что подойдет к менеджеру смены, попросит, чтобы ее отправили с этим мужчиной. Но тот сам указал на нее. Игорь принял ее за другую и сначала долго расспрашивал, почему и как она здесь оказалась. Зато потом пообещал заплатить вдвое, если Лена позволит ему воплотить не совсем обычные фантазии. Тогда она поняла, что Игорь зол на какую-то телку, которую Елена ему напоминает. Да уж ту ночь они запомнили надолго, а потом следующую еще и еще. Их роман был похож на пожар. Вспыхнул и поглотил. Стоило Игорю ее коснуться, как он тут же начинал стягивать трусы. Уже через пару месяцев он рассказал Лене про девушку, похожую на нее, как сестра-близнец. Тогда-то они и придумали этот отличный план, который привел Лену Селену, стриптизершу из дешевого клуба, на палубу фешенебельной яхты. Где Игорь Лесницкий отдыхал со своей женой, дочерью известного бизнесмена Бориса Суховского. И Лена позволила уложить себя на гладкую палубу и, принимая ласки Игоря, не сдержала торжествующую улыбку. «Мы фартовые», — произнесла она, жмурясь от удовольствия. «Это только начало, любимая», — бормотал Игорь, осыпая поцелуями ее тело. «Вот увидишь, я весь мир положу к твоим ногам». «Конечно, положишь», — прошептала Лена чуть слышно. И добавила мысленно. «Куда же ты денешься?» После она приняла бокал шампанского от своего любовника. «Ой, нет, теперь уже мужа». Елена захихикала. «Наверное, ей нужно учиться называть себя Дианой». «Диана» звучит хорошо. Это как взять сценический псевдоним. Только навсегда. Новоявленная Диана сделала глоток шампанского, почувствовала, как пузырьки щекочут горло, а затем спросила у мужа. «Ну что, теперь полетим к маме с папой, попросим денег на новый проект». Тайные ожидания Игоря подтвердились. Ни охрана, приставленная Суховским, ни водитель, встретивший их в Москве, не заметили подлога. К тому же Лена оказалась хорошей актрисой и быстро вжилась в роль мажорки, родившейся с золотой ложкой во рту. «Ох, нет, не Лена, Диана». Нужно привыкать называть ее так даже мысленно. А то как бы не облажаться перед ее отцом. Борис Суховский не тот человек, с которым стоит шутить. Если он что-то заподозрит, сладкой парочке не сносить головы. Игорь покосился на сидящую рядом жену. Лена, точнее Диана, выглядела безупречно. Идеальный маникюр, идеальная тронутая золотистым загаром кожа, блестящие темно-красные волосы, уложенный волосок к волоску. Ее тонкая фигура была затянута в костюм от Армани, к которому прилагался ценник с пятью нулями. В руках сумочка из трусиной кожи, тоже от известного бренда. К ней в тон туфли на шпильке. Дианка набрала с собой в отпуск кучу вещей, так что с этим проблем не возникло. Нашлась и шкатулка с украшениями. Единственное, ради чего Игорю пришлось немало побегать, а потом еще и потратиться, это точная копия часов, подаренных отцом. Но он умудрился даже дарственную надпись на них подделать, как и на копии обручального кольца. Впрочем, с кольцом было проще всего. Он сразу заказывал два женских с идентичной надписью. Вся эпопея со свадебным путешествием на Бали планировалась не один месяц. И вот скоро они смогут насладиться плодами своих трудов. «Готово?» — спросил он, пожимая руку жены. «Да, милый?» — сладко улыбнулась она. «Готово» — сладко улыбнулась она.